здравствуйте друзья сегодня хочу очень коротко по следам ваших комментариев коротко ответить о процедуре прищипки и пересадки можно ли пересаживая черенки укорененные сразу делать им прищипку очень вопрос такой живо интересующий многих можно ли совместить эти процедуры вот я хочу вам показать вот на примере своих растений укорененных это сильно рослые сорта калиопы дак red и вот еще сорт peppermint twist то есть сразу эти черенки сразу стремятся вырасти ну то есть длинненькими быть высокими вот здесь вот у меня есть такой листочек страшненький конечно я его этот листочек оборвал это ничего страшного не возбраняется здесь есть прилистники такие усохшие я их тоже могу убрать и здесь вот есть вот здесь вот у меня почка проснувшаяся до новый росточек ну и вот здесь вот на конце побега есть росточек казалось бы до классические берем и вот так обрезаем это берем на черенок ну если нужно а это пересаживаем но хочу вас предостеречь дело в том что гормоны ауксины образуются именно вот из меристемки из самой верхней точки роста побега вот здесь вот а здесь две точки роста вот здесь и вот здесь корни укорененного черенка еще не такие чтобы прям вот были огромные да в любом случае предоставляя новый объем субстрата в новый горшочек мы предоставляем ему большую площадь питания значит нужны новые корни значит нужно чтобы они хорошенечко нарастали стимулирует нарастание корней как раз ауксин и отсюда логический вывод если у нас ауксин образуется в точках роста а если мы их выломаем эти точки роста то мы приостанавливаем корни образования очень логичная операция то есть пресс выламывая мы приостанавливаем нарастание пока произойдет перераспределение пока обмена веществ пока новые точки роста проснуться активизируются только тогда начнется нарастание новой корневой системы и то что мы подкормим фосфорно-калийными удобрениями как бы кажется нам что мы простимулируем этот процесс но растение рассуждает совершенно по-своему она работает только по команде гормонов так физиологически устроена в растении если гормоны не дали команду клетки не будут продуцировать то что нужно если необходимы гормоны дали команду гормоны есть уровень их достаточный тогда запускается все процессы корни образования нарастание новой листвы цветение созревание все это распределяется командным пунктом гормонов поэтому два процесса взаимо исключающих друг друга прищипка и укоренение не производятся одновременно наберитесь терпения пересадите растение в новый объем дайте ему буквально несколько дней ну 45 дней хотя бы с недельку дайте этому растению освоится в новом объеме пусть новые корни начнут уже прорастать в новый субстрат это неизбежно подтолкнет к образованию новых листиков но в свою очередь точки роста вот эти вот меристемки и подтолкнут корни к оплетению нового освоению нового субстрата это вот такие очень взаимосвязанные вещи и только после того как вот четыре пять дней прошло ну или неделька вы тогда берете спокойной душой берете в руки секатор и идете обрезаете макушечки либо вырезаете вам нужно черенок снимаете либо вот как в этом варианте просто прищипываете слегка 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 подщипываете подрезаете точку роста для того чтобы в пазухах других листиков проснулись почки и образ стали расти новые ростки новые побеги и тогда ваше растение будет одновременно и осваивать новый субстрат продолжать и наращивать новые побеги кустица и будет пышненьким вот так